Добрый день и снова в эфире телеканала Самарагист, программа с необычным названием «Хочу домой». Необычным названием, потому что многие люди считают, что это желание может возникать только у нас, у людей. Но я уверяю вас, что это совсем не так. Совсем недавно ученые поняли, почему большинство животных возвращается домой именно туда, где есть нормальная среда обитания. И как работает этот механизм? На ориентацию и способность животных определять стороны света влияют сгустки протеинов, находящегося в организме животных. Так называемые белки, имеющие название криптохромы, которые реагируют на магнитное поле Земли. У белка же нашли молекулы магнетита, магнитный железняк, которые помогают зверям определить магнитные полюса. В организмах животных криптохромы определенным образом скрещиваются с магнетитом, образовывая сгустки материи, после чего дают сигналы в нервную систему о местонахождении животного. Ну, а вся эта информация, которую я нашел, она основывается на данных работы Зоологического института Российской академии наук. Вот такое небольшое вступление и, думаю, интересная для вас информация. И, конечно, не забываю напомнить вам, нашим зрителям, что программа «Хочу домой» – это программа о бродячих и брошенных животных. И о людях, которые им помогают найти новый дом. Кстати, сегодня мы будем говорить не только о проблемах бродячих животных и путях ее решения. Хотим основательно поговорить об очень важной теме весенней вакцинации. И сейчас представляю гостей в нашей студии Ольга Медведева, начальник отдела ветеринарный врач Самарской СПБЖ при Самарском ветеринарном объединении и руководитель волонтерского движения «ЛАПА», такое необычное название, Дарья Кононова. Итак, Ольга, над чем вы работаете? В чем заключается ваше нахождение на территории нашего города? Вот именно что за организация ваша? Ну, вообще, основная функция ветеринарной службы – это защита человека от заболеваний, опасных для животных или везей. Значит, наша станция как бы занимается обезопасиванием животных, чтобы они не болели. Работа клиники, вакцинация животных своевременная, выявление каких-то заболеваний, лечение заболеваний, профилактика заболеваний. Отлично. Но хочу сказать о том, что мы буквально прямо на днях побывали в вашей ветеринарной клинике и предлагаю сейчас посмотреть по теме вакцинации, весенней вакцинации, небольшой сюжет. А, что это? Это клещ? Нет, это не клещ, слава богу. А, блоха. Ха-ха. Нет, это не блоха. А вот так, чтобы вас не накрывали в лесу, в парках и в скверах темные и страшные мысли по поводу безопасности вашей и ваших животных, не поленитесь, пожалуйста, съездите в ветеринарную клинику и сделайте прививки вашим питомцам. И самое главное, время обработать собак и кошек от клещей и блох. Кошка это? Да. Возраст? 10 лет. Глаза большие, в лапах нервная дрожь. Одна мысль, куда бы спрятаться, еще бы не бояться. Немного найдется кошек и собак, которые без волнения посещают ветеринарную клинику. А куда деваться? Ежегодная процедура вакцинации обязательная для всех домашних животных. Собаки, кошки, мышки здесь все в одной очереди. Ответственный за здоровье своего питомца хозяин не пропустит плановые прививки. Если ты любишь свое животное, ты, конечно, будешь за ним ухаживать и смотреть. Потому что, если ты не сделаешь эту прививку, а заболеет чем-нибудь, и все, и ты потом будешь всю жизнь страдать и мучиться. Почему ты это не сделал вовремя? Поэтому надо все сделать вовремя, чтобы не сомневаться в том, что у тебя здоровая собака или кошка там, кто у тебя. Поэтому надо следить за ними так же, как и за маленькими детьми. Он же не скажет, что у него болит. Поэтому лучше сделать заранее все. Перед прививкой все как положено. Сначала владелец животным заходит для предварительного осмотра у врача-терапевта. Он проверяет состояние шерсти, нет ли выделения из носа и глаз. И в конце осмотра обязательная процедура измерения температуры. И уже после на укол. Кстати, тоже посоветуйте, какую прививку сделать. Есть нашего производства, есть импортного. То, какой доверяет. А еще в немалой степени имеет значение и возраст животного. Трех-пятивалентное. Что лучше делать? Что вы посоветуете? Ну, вообще, как бы, начиная со щенков, делается, значит, меньше валентности. Чтобы у животного выработался иммунитет. Например, щенку делается мультикан-4. Наш отечественный. Без бешенства. И сделается вторая вакцинация, там через три недели уже делается с бешенством. Взрослым собакам делается в основном все в комплексе сразу. И чума, и энтерит, и бешенство, и лептоспироз. То есть все заболевания животные, значит, хорошо переносят эту вакцину, когда она в одном уколе, в одной инъекции. И, в общем, иммунитет вырабатывается достаточно хороший. Однако, среди владельцев собак и кошек бытует мнение, что чем старше животное, тем устойчивее иммунитет. И прививки делать уже не обязательно. Нет, это не так. Потому что животное переболело одним заболеванием, там может быть другой тип заболеваний, поэтому прививать лучше надо. Иммунитета стойкого, пожизненного не вырабатывается. Поэтому животное надо прививать один раз в год, каждый год. И независимо, 5 лет ему, или там 12-15, прививать надо обязательно. Тем более от бешенства. Хотим напомнить, что перед прививками четвероногим любимцам необходимо дать глистогонные препараты. Выждать 7-10 дней и вперед в ветеринарную клинику. И самое важное, как только сошел снег, нужно помнить, что клещи не дремлют, так и норовят найти себе жертву. И не важно, человек ли это или животное. Кушать после зимней спячки клещам очень хочется. Поэтому не тяните вперед за таблетками или каплями в холку. А это уже кому как нравится. Обработали и вперед на природу. Вопрос. Много ли приходит к вам людей именно вот в эту пору весной? Ну, весной больше. Количество людей, которые приходят с своими питомцами для проведения профилактических вакцинаций. Весна у нас, как бы, сезон начинается дачный. Многие люди зимуют дома и летом выезжают на дачу, берут с собой питомцев. И большинство у нас, граждан наших самарских, они грамотные в этом отношении. Они приходят весной и заблаговременно, ежегодно делают своим питомцам прививочки. Обязательная прививка – это от бешенства. Значит, и можно сделать еще также вакцинацию от микроспории, от лишая. Значит, вакцинацию от вирусных заболеваний кошек и собак, панликопения, чума, энтерит. А я так понимаю, что все-таки это весенняя такая акция прививка животным? Или все это происходит круглый год? Ну, вакцинация круглый год в зависимости от того, когда животное родилось. То есть, если оно родилось там осенью, то по истечении двухмесячного возраста животному делается первая вакцинация. Через три недели делается вторая вакцинация. И, значит, после смены зубов, это где-то в 10-11 месяцев делается третья вакцинация. И от этой вакцинации уже ежегодно повторяется. Но почему-то так сложилось, что весной все-таки период вакцинации больше. Людей, обращающиеся к вакцинации, больше. Потому что все как-то приурочивают это к летнему, к дачному сезону. Каких больше животных приходят к вам в клинику? Собак, кошек? Да, и, кстати, попугайчиков вакцинируют. Ну, у нас, в общем, как бы разделить, что кошек или собак, больше сложно. Наверное, все-таки примерно в равных количествах ходят, значит, владельцы и с собачками, и с кошечками, и с крысками, и с хомячками, и с левретками, значит, этими хорьками. Вот, попугайчиков от бешенства не вакцинируем, потому что они не болеют этим заболеванием. Попугаев есть другое заболевание, орнитоз, опасный для человека. Но от орнитоза тоже животные, птица, вернее, не вакцинируется, она исследуется. Ну, и тогда мы переходим к более такой острой проблеме нашего города, это все-таки бродящее животное. А как вакцинировать бродячих животных? Ну, бродячих животных вакцинируют в основном, значит, за счет программ. У нас есть программа по отломам бездомных животных, которых стерилизуют, значит, ставят им предмет идентификации, чип, значит, удаляют часть ушной раковины для того, чтобы на улице можно было сразу увидеть, что вот это животное побывало уже по этой программе, и вакцинируют, отпускают потом в среду, откуда их взяли. А ваше объединение, ваша клиника занимается этим? Ну, в общем, как бы эта программа уже у нас не первый год. Поначалу, да, сотрудники нашей клиники были закреплены за этой программой и выполняли, значит, роль стерилизаторов, роль вакцинаторов и, значит, идентификаторов. Сейчас передали эту программу другим людям, значит, но они как бы отчитываются нам по поводу вот того, сколько животных они завакцинировали. А были ли какие-то случаи, когда приходили люди с бродячими собаками, вакцинировали и тут же отпускали? Ну, таких нет у нас, чтобы они вот брали с улицы собаку, приходили, не всякая собака дастся, чтобы чужой человек взял и его привел. Есть у нас большое количество людей, которые как бы содержат собаку на автостоянках, содержат собаку в каких-то там садовых товариществах, то есть она как бы не совсем их, но общественно выполняет, как бы им помощь охраняет территорию. Эта собака, привыкшая к этому человеку, он приходит с ней, да, вакцинирует и, в общем, есть такие случаи. Важна ли вакцинация? Некоторые люди говорят, да ну, вакцинация нам не нужна, мы же не выезжаем с животными на дачу, в леса и так далее. Ну, противовирусная собака, которая сидит дома, разве не нужна вакцинация? Вакцины, это чума, энтерит, значит, это делается в основном для здоровья животного, чтобы животное не болело, потому что вакцинация это гораздо дешевле и безопаснее, чем лечение животного. Значит, бешенство это особо опасное заболевание, животные всей, кошки и собаки должны обязательно вакцинироваться от бешенства, потому как это заболевание не лечится ни у животного, ни у человека, значит, и поэтому все-таки каждую кошечку и собачку надо привить от бешенства для здоровья животного и прежде всего для здоровья человека и окружающих его членов семьи. А вообще последний случай заражения от животного человеком? Случаев покуса собаками и кошками людей, ну, в день один-два человека, вот в нашу только клинику один-два человека обращаются. Кусаются в основном свои собаки. Редко кусаются, значит, уличные собаки, подходят и кусают, там человек должен спровоцировать. А домашние кусаются, да, хозяин захотел свою кошечку помыть, она укусила. Там, значит, что-то она ему помешала, он ее оттолкнул, а она его укусила. И в этом случае тоже надо делать, надо прививку делать. И в этом случае, да, надо приходить, животное показываться, потому как, опять же, напоминаю о том, что бешенство заболевания, которое не лечится, передается через укус больного животного. Если ваше животное непривитое и вы сомневаетесь в его здоровье, обязательно надо идти в клинику, показывать свое животное, а пострадавшему надо идти в медицинское учреждение, обращаться к врачу-робиологу и решать эту проблему. – Понятно. Хорошо. Ну, у нас в студии есть еще один представитель, волонтерское движение, Дарья. Такое необычное название – ЛАПА. Почему ЛАПА? Почему не хвост? Почему не уши? – Мы думали-думали, как назвать наше объединение, подумали, что это должно быть коротко, ясно, и чтобы все запоминали. Ну, нас, в принципе, все запоминают по этому названию. – Вопрос, Дарья. Очень такая больная, насущная проблема всего нашего города и губернии – это, естественно, бродячие животные. Что делать? Как бороться? Ведь сейчас появляется все больше и больше собак и кошек, и именно бездомных. Если там лет 15 назад как-то, ну, вот администрация области города, ну, не очень обращала внимание на эту проблему, сейчас, конечно, мы наблюдаем, что совершенно обратная сторона, и люди уже, и администрация очень пристально наблюдают за этим и принимают участие в решении этой проблемы. С вашей стороны, что, какие действия? – Да, я расскажу, как именно мы помогаем в этом. Мы именно ведем больше просветительскую деятельность. Люди, очень много людей к нам обращаются с просьбой помочь пристроить какую-то собаку на улице, либо они нашли щенков, либо им подкинули котят, и мы им уже рассказываем прямо механизм действия, что им надо сделать там. Делать красивые фото питомца, скинуть там какую-то информацию по этим животным. Мы помогаем людям составить текст для поста и уже пиарим этих питомцев по соцсетям. Мы помогаем именно вот с такой стороны, и люди, в принципе, откликаются, и мы вместе вот так вот взаимодействуем. – То есть сами волонтеры, именно волонтеры вашей организации, они не принимают участие в отлове собак, они не бегают с очками, там, ну или подкармливают все-таки животных. – Нет, 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 так мы не занимаемся, мы именно помогаем людям, помогаем советам, говорим, как и что сделать. Потому что, ну, если к нам обратится человек и скажет, вот, я там нашел собачку, мы скажем, мы вам поможем, но если вы будете работать вместе с нами. Потому что переносить на нас, например, какую-то собаку, которую вы нашли, это неправильно, надо помогать ей вместе, потому что, ну, ответственность как бы лежит на нас с двух сторон. – Ну, то есть, по сути, вы помогаете, как бы, найти информационную базу и распространение информации по социальным сетям. – Да, но мы же еще помогаем приютам, потому что помощь приютам – это наш основной вид деятельности, и мы делаем упор именно на это. А вот именно помощь бродячим животам – это как второстепенная помощь уже идет. – Ага, понятно. А что больше, вот, насколько я наблюдаю иногда за соцсетями, там люди и волонтеры как-то вот больше критики. Что больше, критики или все-таки каких-то положительных советов? – Да, на самом деле и критики, и положительных советов очень много. Это на какую целевую аудиторию ты, как говорится, попадешь. Но мы, на самом деле, тоже очень часто сталкиваемся с критикой, с какими-то негативными комментариями, но от этого никак и никуда не уйти, так что мы просто это принимаем и идем дальше, работаем. – Как реагируете на критику? – Да уже на самом деле спокойно. Вначале было, конечно, обидно, когда что-то говорили не очень хорошее, либо давали какие-то непрошенных советов, но теперь мы это все опускаем, просто делаем свое дело. – Дарья, скажите, у вас постоянный список людей, которые принимают участие вот в такой помощи приютам? – Да. – Или есть, которые пришли, ушли, или там пришли, посмотрели, что тяжело, что это трудно и пропадают? – Ну, у нас есть постоянные волонтеры, у нас в объединении их 60, это в основном студенты либо школьники, но есть и те люди, которые присоединяются единоразово к поездкам, они хотят посмотреть, хотят к этому приобщиться и как-то внести свой вклад все-таки в помощь животным. Некоторые остаются с нами, некоторые потом не остаются с нами, потому что, ну, не всем подходит этот вид деятельности все-таки. – А волонтерское движение конкретно, вот именно по вашей организации, предусмотрено ли посещение приютов с вашей стороны? – Да, конечно, у нас выезды проводятся каждый выходной, это в субботы и воскресенье, у нас есть и закрытые поездки в приют только с нашими волонтерами, иногда мы делаем анонсы по нашим социальным сетям и зовем всех желающих посетить приюты. Мы приезжаем в приюты, показываем территорию, рассказываем небольшую историю, знакомимся с подопечными, ну и гуляем с собачками, общаемся с кошками и помогаем, как приюту необходимо. – А вот скажите, пожалуйста, те люди, которые приходят в эти питомники, в эти приюты, их реакция? Это все-таки там не всегда мы видим то, что хотели бы увидеть, там чистые вольеры, на один вольер там несколько собак туда? – Ну, на самом деле существует такой стереотип, что в приютах страшно, что туда придешь, тебе захочется плакать и просто туда невозможно зайти, там невыносимые запахи и так далее и тому подобное. Но на самом деле это не так, в приютах вполне цивильно, там хорошо, там добрые собаки, там добрые кошки, и люди, когда приезжают, у них наоборот такой диссонанс происходит, что в принципе в приюте все хорошо, и надо туда приезжать, чтобы больше помочь животным. И мы стараемся как-то вот переломить этот стереотип, чтобы люди не думали, что приюты – это страшно, и там над животными как-то издеваются. На самом деле нет, это абсолютно не так. – Понятно. Как много вы пристраиваете животных или как часто вам удается пристроить животных именно вот через вашу общественную организацию? – Ну, к нам достаточно часто обращаются, я уже рассказала, как мы помогаем, это пиаром по социальным сетям, и в принципе, кто к нам обращается. – Как-то отслеживаете потом судьбу этих животных? – Да, конечно, отслеживаем, мы списываемся с хозяевами, они нам присылают фотоотчеты, эти фотоотчеты мы все выкладываем в группу, так что можно это все посмотреть. В принципе, у нас все питомцы находят дома, кто именно люди к нам обращался за помощью. – Ну что же, итак, а мы сегодня вновь хотим обратить ваше внимание, пристальное внимание на наши видео-визитки, и сегодня они будут о собаках. И замечу, что если вы возьмете собаку или кошку, вы не останетесь без информационной поддержки. У нас есть приют «Лапа», вот, и вы сможете опроситься за советом к нашим специалистам, за консультациями по адаптации и воспитанию собаки. Это совершенно бесплатно. Итак, смотрим. Пёс Ландий дворянской породы, ему два года, был подобран на улице в возрасте двух месяцев. Поэтому не знает, что такое холодная бездомная жизнь и голодное скитание по дворам. Ландий нуждается в добрым, отзывчивом хозяине. Он приучен к выгулу, к домашнему содержанию, к квартирному, гуляет, всё, он привыкает к людям не сразу, но, кого знает, уже вот, подходит, не боится, социализирован, в общем-то, он готов переехать, сразу на шею не повиснет, но с ним договориться можно. Итак, Ландий ждёт своего нового хозяина. Звоните 8-927-686-07-90. Мальвина дворянской породы, или, как говорят, в среде собаководов метис. Возраст около года. По натуре очень подвижная и игривая. Предыдущие владельцы выбросили её на улицу в середине осени прошлого года. Волонтёры успели забрать её домой до наступления морозов. Она социализирована. Мы очень любим людей, всех без исключения. Очень быстро, в принципе, привыкаем, адаптируемся в новые ситуации. И проблем в общении с животными у нас тоже нет. Мы и к собакам адекватно, и к кошкам относимся. Мальвина ждёт своего хозяина. Звоните 8-927-686-07-90. Телла ждёт своего хозяина. Нашли её в возрасте полутора месяцев в гаражном массиве. Спасибо волонтёрам, которые забрали её с улицы. Поэтому она не знает, что такое дворовое голодное существование. Телла очень умная собака. Даже, наверное, слишком. Иногда смотришь её в глаза и думаешь, что она тебе сейчас ответит. Даже иногда стараешься выражения подбирать, потому что понимает всё чересчур. По характеру Телла спокойная, но немного недоверчивая к новым людям. Чтобы её забрать, потребуется 2-3 встречи для знакомства. У Телла домашнее содержание, поэтому проблем с адаптацией в квартире не потребуется. Телла ждёт своего хозяина. Звоните 8-927-686-07-90. Осенью прошлого года Елизавета Решетникова нашла беспородную собаку со щенками. Не смогла пройти мимо. Сначала с соседями подкармливали, затем решила спасти их и взять к себе вместе с мамой. Всего было 7 щенков, 5 удалось пристроить. А вот такие два красавца, мальчики, остались. Они очень послушные, спокойные, обучаемые, знают несколько команд. Охранное качество хорошее. А возраст какой сейчас? У них 6,5 месяцев. Они родились 3 октября 2020 года. То есть, в принципе, они улицы не видели как таковой? Нет. Елизавета – пенсионер. Содержать собак уже нет возможности. Просит о помощи, ищет новых хозяев двум этим щенкам. По характеру подвижные, темпераментные, хорошо поддаются обучению. И самое главное, щенки привыкли к квартирному содержанию и в туалет просятся на улицу. Елизавета просит отозваться добрых людей и забрать у нее этих красивых собак. Звоните по телефону 8-927-6-8-6-0-7-90. Я думаю, мы, наверное, с вами все-таки будем сотрудничать. И хочу попросить вашей помощи всю эту информацию, которую мы сейчас размещаем или разместили. Кстати, у нас, хочу обратить ваше внимание, есть собаки, которых все-таки забрали после наших эфиров. И буквально на следующем эфире мы обязательно покажем, какие собаки нашли свой новый дом. Ну, и так, в общем-то, у меня еще следующий вопрос, Ольга. Скажите, дикие животные, лисы, барсуки, они подвержены заболеваниям вот те, которые есть у собак? И самым главным, конечно, это бешенство. Ну, у нас природный очаг бешенства – это дикие животные, это лисы, инотовидные собаки, барсуки. Да. Раньше говорили охотники, я вот сколько раз слышал, что была такая некая вакцинация диких животных, разбрасывали какой-то корм, и там был заложен специальный препарат, был заложен для того, чтобы вакцинировать. Насколько это эффективно вообще, есть ли у нас сейчас в Самарской губернии? Да, существует оральная вакцинация, значит, для этого существуют мясные брикетики, так называемые, внутри запрятана, значит, капсулка с вакциной орального применения, разбрасывается по территории леса, в основном это применяется в районах у нас, в городе у нас нет такой, в общем, возможности, и диких животных нету, хотя мы применяли это в зоопарке для обезьян, смотрели, как съедается эта оральная вакцина. И потом поведение их? Нет, поведение, в общем, их никак бы не менялось. Ну, а если лиса съест, допустим, два брикетика, как вы раскидываете? Ничего там страшного нет, ничего страшного нет, да. Этот вид вакцинации диких животных применяется и до сегодняшнего дня, да, там только существуют определенные условия, определенные температуры окружающей среды, при которой можно эти брикетики разбрасывать, чтобы они не испортились. Понятно. Насколько эффективна эта вакцина? И вообще как-то отслеживается ли такая информация, что вот сегодня там эти лисы провоцинировались? Ну, сказать, что эти лисы съели и есть. Мониторинг есть какой-то? Мониторинг, вот я, к сожалению, не знаю, но это все равно лучше, чем совсем никакой вакцинации, потому что бешенство – это природно-очаговое заболевание, оно, в общем, как бы в лесу, у лисички, у волка, у енота. Поэтому существует такая вакцинация. Мы можем вакцинировать таким образом и всех бородячих собак, или это сложно? Ну, вот я же говорю, опять же, для вакцинации оральной вакцины нужна определенная температура воздуха, потому что при слишком холодной погоде вакцина портится, при теплой тоже портится, и вакцина спрятана в мясные брикетики, которые тоже, в общем, портятся при высокой температуре, и животное уже их неохотно поедает. При определенной температуре, если в лесу разбрасывается, ну, охотники наблюдали, и егеря, и говорили, что поедается, нету этой вакцины. То есть разложили в определенных местах, проехали, посмотрели – нету. Понятно. Последний короткий вопрос и короткий ответ. Что делать со сложившейся ситуацией? У нас очень много бродячих собак, ну и кошек. Кошек как-то еще, я так понимаю, определяются, их определяют, забирают все-таки, а вот собаки все больше и больше покусов, что делать? Ну, программа вот эта вот существует по стерилизации, по отлову, по вакцинации собака все-таки после стерилизации становится, и после кастрации становится более спокойной. Ну, и как бы вот у меня всегда такое мнение о том, что собака кусачей бывает только от жизни собачьей. Надо подобрее как-то к животным относиться, без палок, без камней. То есть иногда, в общем, мы сами провоцируем их кусаться. Дарья, а ваши пожелания, и вот что бы вы сделали для того, чтобы было мало, меньше бродячих животных? Я бы на самом деле больше работала с людьми и рассказывала то, что собака с биркой на ухе – это безопасная собака. То есть она стерилизована, либо кастрирована, она привитая, она никому не приведет вреда, потому что агрессивных собак уже на волю не отпускают. То есть собака с биркой, если вы ее видите, это добрая собака, она вам никакого вреда абсолютно не принесет. Спасибо большое, спасибо большое за ваш такой короткий ответ. И она все-таки, эта собака стерилизована и кастрирована, она не принесет потомства. То есть количество бездомных будет уменьшаться, если мы не будем выбрасывать своих домашних на улицу и выгонять. Спасибо. Я думаю, что мы будем работать над этим. Итак, наша программа подошла к финалу. Хотелось бы обратить внимание или призвать вас, если у вас есть животные, которых вы взяли с улицы или из приюта домой, позвоните, позвоните нам и расскажите о положительном опыте адаптации, а может об интересных и забавных ситуациях. Телефон 8-927-686-0790. Это была программа «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин